Меняются времена, меняется мода, но ручная вышивка, как украшение одежды, остается на все времена. Сейчас она встречается редко и стоит дорого. Для тех, кто решил продолжить дело своих бабушек, в Аликовском районе открыли кружок. На занятия заглянула наша съемочная группа. В далеком прошлом, уже в три года, девочку учили шить и вышивать. В семь-восемь лет она начинала готовить себе приданное. А перед свадьбой, то есть к шестнадцати годам, должна была иметь праздничную и будничную одежду, скатерть и полотенце и другие предметы быта, которых должно было хватить на несколько лет. Рисунки содержали родовые символы и специальные знаки, которые считались и берегами от бед и болезней. Сейчас на то, чтобы освоить разные техники вышивки в школах, есть только несколько уроков труда. Для тех, кто хочет знать и уметь больше, в Аликовском литературно-крывеческом музее открыли клуб. При нашем музее работает клуб, который назван в стране чувашской вышивки. В этот клуб ходят школьники Аликовской школы, Карачуринской школы и также жительницы Аликовского района. Они с удовольствием посещают этот клуб по интересам, так как самый главный, наверное, интерес в их жизни – это вышивка. Именно чувашская вышивка. Каждая женщина творит здесь по-своему. Кто-то вышивает чувашское платье, кто-то вышивает скатерти, а кто-то делает просто салфетки и игольницы. Традиционная чувашская вышивка считается очень сложной. Это так называемая счетная вышивка. Она связана со структурой тканей, каждая петля на учете. Если ошибиться в одном месте, собьется весь рисунок. Вышивальщица не имеет права оставлять ни узелки, ни края ниток на изнаночной стороне. Кроме вышивки, в музейном кружке плетут из бисера и изготавливают традиционные головные уборы. Сейчас у учениц и педагогов горячая пора. Они готовятся ко Дню Республики. В этом году одной из площадок праздника станет именно Аликовский район. Кашельники.